Теперь подробнее о событиях дня. Режим ЧАЭС ввели в Усолье. Правда, к вечеру он был снят. Причина попадания нефтепродуктов в Ангару. Сколько, говорить рано, но уже ясно, что речь идет о тоннах. И ведь такое уже было в мае, на этом же месте, при таких же обстоятельствах. Тогда вроде виновных нашли, меры приняли. Теперь все повторяется. Давид Азизов продолжит. Краев нефтяного пятна не видно даже с высоты полета квадрокоптера. Оценить масштабы аварии можно пока лишь приблизительно. Около 400 метров в длину по течению Ангары. Источник утечки в 30 метрах от берега под водой. Ликвидирует последствия более полусотни специалистов МЧС и сотрудников предприятий, имеющих необходимые навыки. Задействовано 16 единиц техники. За сегодняшний день удалось установить заглушку и остановить разлив. В настоящее время осуществляется сбор загрязненной жидкости. Место утечки локализовано. В настоящее время не осуществляется. Для жизнеобеспечения населения угрозы нет. Силы и средства использованы именно от территориальной подсистемы, именно муниципального звена. В готовности находится парано-списательная служба Иркутской области. В случае ухудшения обстановки готова оказать помощь. Угрозы населению Усолья нет. Город пользуется водозабором, который находится в стороне от пятна. Там пробы, взятые Распотребнадзором, соответствуют норме. Между тем, решением мэра в Усолье почти на сутки был объявлен режим ЧАЭС. Как заверяют в администрации, решение продиктовано юридическими соображениями. Эта процедура необходима для того, чтобы при ликвидации последствий использовать средства из резервного фонда муниципального бюджета. А от Черемхови и Свирски последствия могут оказаться гораздо серьезнее. Пятно дошло до Свирска. Я разговаривал с мэром Свирска, господином Арноевым, который сейчас находится на берегу Ангары, защищает свой водозабор бонами и абсорбентами. Потому что остановка сейчас водозабора приведет не только к остановке питьевой воды, она приведет к остановке ТЭЦ. В причинах и авторах нынешней аварии предстоит разобраться следователям. Идет проверка. Сколько тонн нефтепродуктов оказалось в Ангаре, говорить пока рано, однако уже ясно. Утечка оказалась серьезнее майской, когда в этом же месте нефть из трубы закрыла собой 300 квадратных метров водной поверхности. Тогда, чтобы очистить реку и побережье, понадобилось два дня. По итогам той весенней аварии шесть сотрудников предприятия-виновника оказались задержаны. Специалистов какого производства пригласят на допрос сейчас, пока неизвестно. Давид Азизов, Владимир Пинаев. Новости по будням.